У нас сегодня два человека. У нас сегодня практически руководство Федерации Рестораторов и Отельеров и в лице Владимира Баканова, и в лице ее руководителя, шефа Капо Ди Тутти Капи. И я бы даже все осталось... Я могу погуглить потом. Да-да-да, ругается всех боссов. Я понял, в Альянском. Игорь Олегович Бухарова. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, друзья. Вы вечно нами манкируете. Нет, я не манкирую. Вы ездите где-то. Да-да, вот за последнее время мы по бену опытом побывали в разных сторонах, что Владимир, что я, мы посетили Португалию, изучали, как устроены рынки в этом регионе, в Португалии, потому что до этого мы были там в Испании, смотрели. Португальцы, конечно, очень интересные люди, они отличаются. А эти рынки отличаются, испанские португальцы, что ли? Да нет, нет, ну, просто мы еще раз убедились о том, что вроде бы Португалия не так известна с точки зрения гастрономии, да, она находится в таком отдаленном уголке, хотя ты понимаешь, что вот рядом, находясь с такими странами, как сверху, там у них Баски, там французы, да, там Бискайский залив, там рядом Испания, внизу у них там Гибралтар, там, в общем, с точки зрения еды... Перед носом Атлантический океан, совсем, да, там, конечно, это просто уникально. Ну, мы знаем там французскую кухню, мы знаем испанскую в большей степени, да, там, если Средиземноморье, мы берем там доминирование Италии, ну, а там они просто прекрасно себя чувствуют. Вот мы посмотрели, как действительно устроены рынки, вот ты приезжаешь на рынок, и наш коллега-ресторатор, он говорит, вот, ребят, посмотрите, вот тут же вот порт, вот там встает 300 лодок, и все 300 это индивидуальные рыбаки, которые вылавливают и которые потом все это тащат на рынок. На рынке все сделано государством, это муниципальный рынок, государство сделало все полностью, все рабочие места, сделано в соответствии с точки зрения соблюдения всех санитарных, ветеринарных норм, и уже вопросов у проверяющих организаций нет. И это все дается малому бизнесу для того, чтобы он там торговал. Ну, и плюс сейчас это очень модная история, когда вокруг, в самом рынке находятся еще предприятия питания, маленькие ресторанчики, которые берут все с этого рынка, тут же, тут же с этого рынка берут и тут же готовят. И это, конечно, уникальная история, и количество там фотографий, опубликованных мной на моей странице в Фейсбуке, как раз об этом показывают, когда ребята говорят там, ну, это что-то невозможное, просто это пир духа или дух пира. Да могли бы сделать давно у себя то же самое. Ну, я всегда... Ну, я всегда... Ну, я всегда... Ну, я всегда... ...который под нашими олигархами и их виллами на каждую десятую возьми лодку... Да, и каждая лодка, индивидуальный рыбак там, да, до которой можно... Ты помнишь Яна Ровна, у него так, крово... Да, конечно, послушай, я тебе хочу сказать, что, конечно, вот... Там Леон, да, он же не находится прямо на побережье, но он полностью наполнен вообще всё там и со Средиземного моря, и с Атлантики. Вот и я про... Ну, логистика, логистика, она определяет всё, понимаешь? А Москва, Москва, порт Пяти морей, ты помнишь это? Я помню этого с детства, Москва, порт Пяти морей. Ну, почему у нас невозможно здесь что-то сделать? К сожалению, да, но сейчас, вот мы вчера с Володей посетили наш коллега Мурата Томаёши, он японец, живущий последние, там, 25 лет, наверное, в России, у него русская жена, русские дети, вот, он шеф-повар, он когда-то приехал сюда на работу и работал в ресторане Токио, у которого находился один из самых первых суши, суши таких ресторанов, серьёзных, японских, вот. И он открыл маленькую, такой, так называемый, японский гриль на Усачёвском рынке. И мы вот вчера посмотрели о том, что, да, действительно, вот эта мода пошла, тенденция вот эта есть, это рынок. Пока, конечно, весь рынок больше, скажем, у него больше сегодня тенденция к тому, что большое количество ресторанов, да, вот мы посмотрели, они торгуют там продуктами, есть там ламаре, там, вчера, да, там большое количество рыбы там было. Но вот тенденция к тому, что это так называемые, ну, фуд-холлы, да, там, фуд-корты большие, когда просто рядом там, ну, сколько у них там вчера метров? Ну, метров 25-30 от силы, да, наверное, даже меньше, наверное, метров... Меньше, это метра 18 у них. Да, ну, ещё подсобка, ещё метров 20 всего лишь, да, и вот на этой вот у них работают, с двух сторон у них стойки, на которых можно на высоких стульях сидеть, на барных, да, и дальше просто отдельные ещё зоны, где это общие зоны, где можно поесть. Всё начинает работать, это очень здорово. Это тенденция, главное, чтобы она сохранилась, но наши коллеги говорят о том, что получается, ну, какое немножко большое количество людей, которые идут туда, они идут туда не покупать продукты, они идут туда посетить рестораны. Вот я сейчас тоже понял, надо сходить, но именно, да, посетить. Продукты есть, но просто мы, к сожалению, мы там не видим сегодня большого количества фермеров с высококачественными продуктами, да, это всё равно, в основном там, если это вот такой рынок, то в большинстве своём, там, если это такие вещи, как рыба, то это привезённые, да, там, там, часть Японии вообще полностью, да, там... Не, ну, меня лично, что порадовало там вчера в разговоре с ним, что когда он стартовал, то, в принципе, они когда готовились, то вначале у них были продукты только японские, сейчас они определённую рыбу завосят, они заводят морепродукты трубача, в частности, они заводят из Японии, а всё остальное они нашли уже российскую альтернативу, очень неплохую. Фугу не завозят хотя бы? Нет, фугу, конечно. Не травят? Нет, там они, в принципе, всё оборудование взяли здесь на месте, но они привезли вот эти четыре высокотемпературных грилля, которые с инфраструктурным излучением, и они там температуру чуть ли не 500 градусов обеспечивают, что даёт вот соответствующий эффект быстрого приготовления, и поэтому от этого, собственно говоря, и на этой основе и базируется сам ресторан. Вот меня порадовало, что он сказал, да, у нас сегодня подавляющее большинство, и это отечественные продукты уже. Вы мне напомнили удивительную вещь. Я понял, откуда это всё взялось. Булгаков, мастер Маргарита, помнишь пропорционного судачка Алена Турель, который дома же не приготовишь в сотейнике, приходится идти в ресторан. Ну, это и есть, мы вот, когда общаемся с коллегами, то есть, что подвигает человека пойти в ресторан? Вот, просто физиологически поесть, да, там, скажем, провести время, переговоры. Ну, это, послушай, ну, это было ещё в начале, на заре революции, когда мы пытались освободить женщину, помнишь, да, это большие фабрики кухни, мы поехали в Германию, мы поехали в Соединённые Штаты, посмотрели, как устроено вообще там питание, да, как соцзаказ, как устроено питание на заводах. У нас было большое количество, большое количество предприятий питания, именно рабочего, так называемого, да, на заводах. И фабрики кухни, которые строились гигантские, сегодня являющиеся памятниками архитектуры конструктивизма, ну, правда, сегодня они уже не работают, как фабрики кухни, да, ну, там было много сделано. И, то есть, всё было продумано, принадлежало государство, был трес столовых такого-то района, у него была фабрика кухни, заготовочная такая, которая полуфабрикаты доставляла ещё там, там, столовые были определённого типа. Ресторанов было меньше, да, там, то есть было... Да, да. Или десятилетия фабрики кухни, имею я в виду. До 90-х. Когда всё стало частным, и вот эта индустриализация общественного питания, которую, в принципе, мы ратовали, начиная в 60-х, да, там, высокопроизводительное оборудование, просто мы говорили об этом в конце 60-х, все 70-е, начало 80-х, в 85-м всё это закончилось, всё это развалилось, и всё. К сожалению, сегодня сейчас эта тенденция опять существует, но за эти годы было столько законов издано, которые сегодня не дают возможность реально сделать вот индустриализацию вот этого питания. А где это может быть? В армии? Где ещё применено? Почему? Везде может быть. Полуфабрикаты высокой степени готовности могут быть везде.